Жить или не жить – именно так, с перефразирования Гамлета, начала свою лекцию Ольга Черкасова, представитель фонда «Объединяя сердца». Её разговор на злободневную проблему не был переполнен статистическими данными, а наоборот был поставлен в виде диалога с залом. В центре внимания специальной программы под названием «Сохрани жизнь. Современное общество» с его растущими запросами потребления и, как оно забыло, о традиционных семейных ценностях. Я приехала из Витебска и представляю выставку, которая называется «Есть два пути – путь жизни и путь смерти». В целом, эта выставка – результат пятилетней работы волонтёров и сотрудников фонда. И в целом она посвящена и отражает основные демографические проблемы современного общества. Отказ от деторождения, вред абортов и, конечно же, супружеский кризис. В целом она посвящена выбору. Наша задача основная – ориентировать молодёжь на верность, на целомудрие, на любовь, ответственность и взаимопонимание, на гармоничное здоровое супружество. И, конечно, мы хотим дать молодёжи точки опоры, чтобы в какие-то ответственные моменты своей жизни они могли сделать правильный выбор. Рядом с кризисом семьи в одной упряжке всегда остро стоит проблема абортов. По статистике, в нашей стране количество абортов – 30 тысяч в год. Ксёнс Юрий из костёла святого Михаила Архангела считает, что причин для лишения жизни и ещё не родившегося человека можно придумать сколько угодно и тем самым попытаться оправдать свою совесть. Но прежде чем пойти к врачу и поставить правильную запятую в дилемме – аборт нельзя рожать – следует заглянуть в себя поглубже и взвесить все за и против. Один из политиков когда-то сказал, что, к сожалению, все те, кто поддерживает аборты, уже успели родиться. Уже успели родиться. И считаю, что обязанностью общества, церкви, церквей, христиан, людей доброй воли является то, чтобы абортов не было. У каждого человека есть право выбора, и это не только конституционная привилегия, это дар данной при рождении. Но, как часто бывает, молодёжь не понимает основ жизни, они считают себя умнее, и это делает их более уязвимыми перед жизненными трудностями. Организаторы акции не ставили перед собой цель спасти каждого или навязать свою догму. Они лишь попытались донести простыми словами смысл ещё не забытой христианской добродетели, а выбор, как жить далее, выбирает для себя каждый сам. Именно это, но уже видеорядом и конкретными жизненными историями смог донести до зрителя режиссёр фильма «12 недель тишины» Сергей Гораевский. Пронзительное документальное кино о выборе и об утраченных иллюзиях, о несбывшихся мечтах и нерождённых детях. Откровенные истории, лучшая профилактика и весомый аргумент за новую жизнь.